История арабской принцессы, которую казнили из-за любви. Прежде, чем рассказать эту трагическую историю любви, которая отнюдь не похожа на сказку про принцессу Жасмин и просто Людина Алладина, нужно поведать небольшую предысторию. В 1960-х Саудовскую Аравию должен был возглавить шестой сын основателя государства Ибн Сауда, Мохаммед. Но сесть на трон ему так и не удалось из-за давления старшего брата, ставшего королем, Фисала. Он заставил Мохаммеду уступить права на трон младшему брату Халиду. Фисал поступил так не из-за прихоти. Дело в том, что у Мохаммеда был отвратительный характер, а еще он злоупотреблял спиртным, несмотря на то, что распитие алкоголя в Саудовской Аравии запрещено. В стране Мохаммеда ходила дурная слава, но это не мешало оставаться ему одним из самых важных людей в государстве. К тому же он был самым богатым человеком из всей королевской семьи. В 1958-м у Мохаммеда появилась внучка Мишаэль. Семья не чаяла в ней души. Девочка росла непогадан смышленным ребенком и к тому же красавицей. Вокруг нее всегда была роскошь, она не знала слова нет и даже король Халид баловал подрастающую принцессу. Вот только все это не смогло облегчить ее судьбу, которая давным-давно была предрешена. Как только Мишаэль подросла, семья уже решила, что она выйдет замуж за одного из кузенов принцев. Благо, их было огромное количество. О том, кто именно это будет, даже не шло речи, ведь главное – продолжение рода. Мишаэль не пыталась спорить с родителями, понимая, что это бессмысленно. Единственное, чего она попросила – получить образование, и в этом родственники не смогли ей отказать. Девушка уехала учиться в Ливанский университет, тогда в Саудовской Аравии женщины не имели права на учебу. Как королевская особа Мишаэль приехала в Ливан в сопровождении прислуги толпы охранников. Однако даже извечный надзор не помешал ей встретить настоящую любовь, сына посла Саудовской Аравии в Ливане Халид Аль-Шайр Мул-Халала. Здесь стоит пояснить, что в таком государстве, как Саудовская Аравия, сын посла считается простолюдином, поскольку государством правит принц Эмиры. Влюбленные знали, что любые внебрачные связи караются смертной казнью, но не стали прекращать общение. Неизвестно, удалось ли им достичь близости, но даже того факта, что они оставались наедине, было достаточно для большого скандала. Из-за того, что принцесса постоянно находилась под контролем, парень удалось долго скрывать свои отношения. Когда девушка вернулась домой, кто-то из слуг немедленно доложил королю о том, с кем и в каком ключе она общалась. Осознав, что ей грозит опасность, Мишаэль пошла на огромный риск, она решила сбежать. Принцесса приехала в городок Джиддо, что на Красном море, бросила там свои вещи, чтобы ее сочли утопленницей, переоделась в мужскую одежду и решила улететь из страны с помощью поддельных документов. Но сотрудники аэропорта узнали девушку и немедленно арестовали. Принцесса рассказала Судо о своей интимной связи с возлюбленным и ее признали виновной. Халеда приговори к смертной казни сразу же, но вот насчет Мишаэлю Судо были сомнения. Король Халид настаивал на том, что ее нужно пощадить, но тут вмешался дедушка принцессы Мохаммед и бескопромиссно заявил, что она должна умереть. 15 июля 1977 года возлюбленных вывели на Центральную площадь, дабы исполнить приговор. Принцессу решили избавить от мук и убили ее одним выстрелом. Халеда же ждала более жестокая расправа, решено было, что его нужно обезглавить. Удивительно, но после этой истории права женщин в Саудовской Аравии лишь ужесточились, а дедушка Мишель еще не раз говорил о том, что нисколько не жалеет о своем решении. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok